Это уже не парламент государства, которое претендует на то, чтобы быть правовым, демократическим, европейским. Это шайка бандитов, которая собирается как на выросскую сходку на свои заседания. Они ночью незаконно утверждают правительство. Потом, когда это незаконное правительство принимает нелегальные решения о том, чтобы перевести миллиард в госдолб, переложить его на плечи всех граждан, они так же втихаря, скрытно, как воры, собираются на какое-то заседание парламента, чтобы утвердить это незаконное решение. Миллиард долларов – это огромная сумма. На эти деньги можно было сделать массу дел, платить пенсию всем пенсионерам на протяжении нескольких лет, на протяжении 10 лет всем давать гражданам Молдовы бесплатные лекарства, построить все дороги заново в Молдове, засадить половину Молдовы садами. Много чего можно было сделать, но это не будет сделано, потому что они украли эти деньги. Более того, они не просто их украли, они еще и перекладывают их сейчас на нас и на наших детей. Давай эту власть! Жест, Плохотнюк! Жест, Плохотнюк! То, что они сегодня сделали, это еще один плевок в душу, плевок в лицо этой банды Плохотнюка, в которую входят и его так называемое большинство, 57 депутатов. Это просто плевок в душу людям, потому что это здание, оно называется парламентом, но его только парламентом нельзя назвать. Это уже не парламент демократического правового государства. Это просто какая-то шайка людей, которые узурпировали власть, объявили себя депутатами, но при этом нарушают все законы. Сегодня они должны были рассмотреть вопрос об утверждении решения правительства о том, чтобы переложить на плечи людей тот миллиард, который был украден в 2014 году. Но они сами собрали это заседание, втихаря, тайно, незаконно, нарушив все процедуры и сами же на него не явились. То есть это просто бандитизм, на все им плевать, ничто их не волнует. Если собираются они эти деньги возвращать, наоборот, они всеми силами будут удерживать свою власть, чтобы и дальше воровать. Этот миллиард, вот здесь выступали люди, они говорили, что этот миллиард это огромные деньги. Это пенсия всех пенсионеров Молдовы за три года. Это лекарство для всех больных за 10 лет. Это бюджет Министерства здравоохранения за три года. За эти деньги можно было построить все дороги в Молдове, 2000 километров дорог. Вот даже полицейские, которые здесь стоят, это их зарплаты. Мы видим, как в центре Кишинева убивают людей, полиция не приходит на такие конфликты. Но при этом они согнали сюда сотни вооруженных полицейских, чтобы огородить их от нескольких сотен человек, которые действительно добровольно по зову сердца буквально за один час собрались на этот протест, узнав, что они здесь проводят свою сессию. То есть они уже добровольно не уйдут. Есть один шанс у нас убрать их, это мобилизоваться максимально. И 30 октября, когда будут выборы президента, проголосовать так, чтобы этим голосованием просто смести эту власть. Наша партия, кандидатом которой президентом я являюсь, она предлагает такой инструмент, очень эффективный и очень быстрый. Буквально одним указом президента распустить этот парламент, незаконный, нелегитимный, воровской, прогнивший. Назначить досрочные выборы и избрать действительно народную власть, которая посадит всех этих воров в тюрьму, начнет наводить порядок и будет делать что-то для людей. Субтитры создавал DimaTorzok